В 2008 году в России был принят закон о противодействии коррупции, который на сей день является основным законодательным актом в системе мер противодействия коррупции. И главная роль в реализации мер этого направления принадлежит органам местного самоуправления, что вполне объяснимо, ведь именно местное самоуправление – самый приближенный к населению уровень власти. По статистике, наиболее часто граждане сталкиваются с проявлениями коррупции и административными барьерами при оказании услуг населению в земельных, строительных, жилищно-коммунальных и других сферах на уровне муниципальной власти. Согласно федерального закона, коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное исполнение физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя и для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Кроме того, закон дает такое понятие, что такое противодействие коррупции. То есть это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций физических лиц в пределах полномочий по предупреждению коррупции, в том числе и по выявлению и последующему устранению причин коррупции, то есть профилактика коррупции. Также полномочия по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений. По становлению мэра города ежегодно в Саянске принимается план мероприятий по противодействию коррупции, цель реализации которого – устранение и минимизация причин и условий, порождающих коррупцию, повышение качества и эффективности муниципального управления. Так, в 2013 году в Саянске осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции. Проведены комплексные мероприятия, обеспечивающие целевое и эффективное использование бюджетных средств, проверки деятельности муниципальных служащих, правовой документации, обращений жителей города. В адрес органов местного самоуправления за стекший период 2013 года обращений граждан не поступало. Хотелось бы добавить, что в нашем городе нарушений, связанных с коррупцией, не выявлено. В следующем году работа в этом направлении будет продолжена. В городской администрации утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы. Так, только в течение текущего года пройдет почти шесть десятков мероприятий, направленных на устранение и предотвращение причин, порождающих коррупцию, деятельности органов местного самоуправления. В плане у нас прописаны основные мероприятия по антикоррупционной и правовой экспертизе муниципально-правовых актов и их проектов антикоррупционные механизмы в сфере закупок для муниципальных нужд и совершенствование системы муниципальной службы в целях противодействия коррупции, ну и другие мероприятия. В целях создания системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа муниципального образования города Саянск образован Координационный совет по противодействию коррупции. Координационный совет работает на основании положения в Координационном совете. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Информация о заседании Координационного совета публикуется в газете «Саянские взоры», а протокол заседания совета размещается на официальном сайте администрации. Информационно-телемокационной сети интернет. Кроме того, в администрации городского округа и структурных подразделениях администрации созданы комиссии, то есть по исполнению плана по противодействию коррупции по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе. На комиссиях с муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по соблюдению муниципальными служащими ограничений, касающихся получения подарков, ограничений, запретов, связанных с муниципальной службой. Также по становлениям городской администрации утвержден перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругах и несовершеннолетних детей. Также этим же постановлением определен порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществах и обязательствах имущественного характера. Основной в работе – предоставить жителям города возможность беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных проявлениях. Возможность граждан беспрепятственно сообщать в органы местного самоуправления об имеющихся коррупционных проявлениях реализована путем, то есть наличия на официальном сайте администрации раздела интернет-приемная либо раздел противодействия коррупции, через который граждане могут направить информацию о коррупционных правонарушениях, то есть также путем наличия ящика приема письменных обращений, жалоб и других сообщений граждан в здании администрации. Значит, также можно реализовать это право путем письменного обращения к мэру городского округа и должностным лицам органов местного самоуправления. Закон, направленный на противодействие коррупции, постоянно обновляется. Так, в настоящий момент чиновнику достаточно дать обещание выполнить то или иное условие и договориться о получении взятки, чтобы на него было заведено уголовное дело.